Ну, поехали. Вдруг я слышу одновременно, как Господь стучит в твое сердце, и это значит ровно то, что Он забивает в тебя гвоздь. Невероятная красота. Невероятная просто красота и глубина. Во всей его музыке слышу спасение Земли. Я в ней абсолютно утопарил. От этого абсолютно невозможно оторваться. Это один из моих вообще самых любимых композиторов всех времен. Это великая музыка, ее невозможно не слушать. Вот и все. Там все перебор. Это просто дичайшее сочинение. У тебя просто вылезают в глаза, как такое может быть. Ужас. Ужас, кошмар. Сейчас время второго сорта, поэтому музыку тоже надо писать второго сорта. Высшего сорта никому не нужно. А вот это. Пожалуйста. Опять слишком красиво? Нет. В самый раз. Господи, как же много красоты в твоем мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Альфред Горевич Шнитке. Первым номером у нас пойдет. Я думала, ты как в прошлый раз будешь предлагать выбрать из трех. Из многих. Ну, уже сказал. Кто это? Ну, уже сказал. Зеленый, железный и теплый. Шнитке. 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 Давай, Юль, с тебя начнем. Что ты про него думаешь? Гениальный композитор. Что тебе больше всего у него нравится? Ну, вообще сказать, что я имею какое-то теплое чувство к нему. К этому композитору. Вот, вот ты с этого и начинай. Искренне. Потому что это, мне кажется, просто невозможно. Это ужасно. Такой, какой-то, ну, какой-то такой человеческий мир. Очень сложный, напряженный безумно. Безумно какой-то весь состоящий из каких-то отражений, искажений. И чувствовать, там, не знаю, теплое удовольствие, да, в этой музыке, по-моему, совершенно невозможно. В ней, как это, валить в стране чудес. Так, теряешься и боишься. То вырастаешь, то уменьшаешься. Ну, вот какое-то такое. Леша? Ну, я тоже, как бы, теплых чувств к Альфреду Гареевичу не испытываю, как композитор. Олег сейчас встанет и уйдет из этого стола. Но при этом, ну, как бы, понимаю масштаб этой фигуры. И она, конечно, очень любопытна с точки зрения того, как меняются моды, как меняются иерархии. Потому что, ну, там, в 80-е годы, да, Шнитке был главным, наверное, я бы сказал, композитором советским. И таким одновременно и запрещенным, и разрешенным такой. То есть, как бы на его концерты людей с конной милицией не пускали, да. Люди ломились и срывали ворота, там, двери, там, где эта музыка игралась. Потом довольно быстро произошла смена ценностей. То есть, к Шнитке стали считать композитором переоцененным. Композитором, которого вот был запретный плод. А сейчас его разрешили, и все мы видим, что это уже совсем не так классно, как мы думали. Писали, в том числе, критики, в том числе, там, не знаю, критики газеты «Коммерсант», Петя Поспелов. Я нашел его рецензии на поздние сочинения, еще когда Шнитке был жив, но вот уже 90-е годы, когда он болел. И это довольно безжалостные тексты вообще. Безжалостные? Абсолютно. То есть, это были тексты, где было написано, что, ну, во-первых, в этой музыке просто слышно, ну, как бы, болезнь человека, да? Так, прямо прямым текстом было написано, что... Ну, это про последнюю премьеру, я помню прекрасно. Мне кажется, такие вещи довольно отвратительно писать. Ну, как бы, что сейчас... Пусть поговорим. Ну, извините, да, извините. Я не готов ни Шнитке раздавать оценки, ни его критикам. Это все было. Вот так вот это происходило, да? Очень много людей было, как мне кажется, разочаровано в какой-то момент. Во-первых, поздние Шнитке и Шнитке в расцвете сил, это два разных, да, композитора, и к позднему многие относились действительно довольно безжалостно. И, кроме того, вот было ощущение, что, как бы, вот его играли-играли и перестали играть. И это такое общее место, тропа такой, что вот посмотрите Шнитке, вот еще вчера, да, это был самый главный композитор этой страны. Просто для всех, наверное, было важно. Да и не только это, да, его много где играли. А сейчас, смотрите, говорят, на самом деле, вот композиторы нового поколения в том числе, да. Вот у меня в книжке разговор с композиторами, который я сделал, там интервью с Володей Раневым, прекрасным тоже композитором, который говорит, вот буквально это и говорит. Вот играли, а сейчас не играют. И, как бы, и то не совсем точно, да, потому что, ну, да, играли, но как бы его играли, если бы ему вообще не ставили палки в колеса, было бы интересно посмотреть, да, с одной стороны. А с другой стороны, нельзя сказать, что его перестали играть. Его играют больше, чем, по-прежнему играют больше, чем многих из живых композиторов. Хорошо, а теперь скажи про свое еще раз вот ощущение, отношение. Да, про мое. Для меня это слишком, он как бы матч-то-матч, там всего, он очень чрезмерный, он очень размашистый. В своих решениях и образах он очень вот как бы наотмашь. То есть, вот, главная его очень распространенная практика, это взять какую-нибудь пошлую мелодию, танго, да, и столкнуть ее, и это как бы зло. Да, поп-музыка, танго, какой-нибудь пошлый мотив. Это зло, и столкнуть ее с чем-нибудь высоким, и это добро, и на этом построить, значит, большое сочинение. КОНЕЦ Ну, танго там совсем не зло, уж нет. Нет, у него всегда зло. Нет, танго у него всегда. Говорите, а про Кончерто Гроссо? Везде, где появляется, а там танго появляется и «Жизнь с идиотом», танго появляется и в «Агонии», и в «Кончерто Гроссо». Вообще-то, так. Где там зло, Коль? И он про это писал. Я там зло никакое не услышал. Вы слишком много читаете. Там совершенно такая, это, конечно, поп-музыка, без всякого сомнения, но уж не таки часто скатывается в поп-музыку. Но он не тоже скатывается, нет, он всегда имеет в виду, что это... Ну, не знаю, скатывается или не скатывается, но он начинает там сочинять что-то, как старинную музыку, как барочную музыку, как еще что-то. Он все время использует всевозможные музыки. Да, это другое. Это то, что называется полистилистика, да? Вот есть у некоторых композиторов... Ну, и танго в этом смысле тоже самое. Договори про танго, как шлягер это проявление зла. Для него всегда шлягер, всегда шлягерный мотив, и он про это говорил прямым текстом. Мы можем слышать другое. Он имел в виду именно это. Я, опять же, мне нравятся его шлягерные мотивы внутри, я тоже не слышу там бесовщины, да? Но для него это был определенный... Но интересно же твое отношение. Для меня это все слишком... Там все перебор. И шлягерное, и дьявольское, но при этом он, а, блистательный мелодист, блистательный оркестровщик, да? И вообще, когда я впервые услышал его первую симфонию, а я услышал ее, ну, довольно поздно, то есть как бы это все-таки сочинение не самое главное у него там, да? Оно очень известное как событие, да? Но играют не его, конечно. Попробуй его живьем где-нибудь услышать. Его особо не исполняют. Играют там Кончерто Гросса, первый, второй, там, ну, много всего, но не это. Это просто дичайшее сочинение с точки зрения, то есть у тебя просто вылезают в глаза, как такое может быть. Сочинение, в котором намешано... Она очень цитатная. Дичайшее в смысле крутое? Ну, дичайшее в смысле... Дичайшее. Оно дикое. Дикое. Ну, оно... Новые дикие. Оно тебя поражает этим, оно тебя в какой-то момент захватывает, в какой-то момент ты говоришь, ну, все-таки так нельзя, потом ты говоришь, нет, почему нельзя, и оно длинное, но это очень большое сочинение. За один год может многое измениться. Ну, например, если людям раньше просто не нравились стикеры с овощами, то теперь использовать их стало еще и омерзительно. Еще недавно лишь пара ваших друзей рассказывала вам про инвестиции, а теперь осталось всего лишь несколько человек, которые об этом не говорят. Все меняется. Что-то раньше, что-то позже. Ну, например, Марк Цукерберг сделал ребрендинг и переименовал Facebook на 15 лет позже, чем это сделал Павел Дуров. Но есть то, что не изменится никогда. Это удобная и выгодная работа с Тинькофф Бизнес. Смотрите сами. Открыть счет для вашего бизнеса в Тинькофф очень просто, а главное, абсолютно бесплатно. Достаточно оставить заявку на сайте и назначить встречу с представителем банка. Открыть можно любое количество рублевых и валютных счетов без ограничений. Счет в Тинькофф Бизнес дает доступ к огромному количеству сервисов. Онлайн-бухгалтерия, торговый и интернет-эквайринг, кредиты на развитие дела и многое другое. Плюс бесплатный вывод денег со счета до 400 тысяч рублей в месяц на дебетовую или кредитную карту себе для ИП. И что самое приятное, бонусы до 500 тысяч рублей от партнеров на развитие вашего бизнеса. За переводы беспокоиться тоже не стоит. Система быстрых платежей в Тинькофф Бизнес позволяет мгновенно переводить денежные средства с часа ночи до 9 вечера. А на счета в Тинькофф вообще круглосуточно. Переходите по ссылке в описании, чтобы открыть счет с бесплатным обслуживанием на полгода. Только поторопитесь, бесплатное обслуживание можно получить, если открыть расчетный счет для бизнеса с 6 по 16 декабря. Ну, для меня, вы знаете, я вот в музыке Шнитке впервые, когда начал ее слушать, вот по-настоящему меня тронул вот этот христианский мотив внутренний. Вот, потому что, ну как сказать, вот вы представьте себе, но это не только про него можно будет говорить, но и про других композиторах, наверное, о которых мы будем сегодня говорить. Но он, как бы, скажем, это сделал первый, потому что надо себе представить там 60-е, 70-е годы в Советском Союзе и религиозную тему, да, из-за которой в тюрьму сажали, просто в тюрьму сажали. Там Зоя Крахмальникова, там, вот, Огородников, Татьяна Щепкова, ну, я могу долго перечислять фамилии, которые просто там занимались ксероксом религиозным, понимаете, издавали какую-то религиозную литературу. И тут вдруг музыка начинает вообще абсолютно открыто и ясно говорить о Евангелии, о Христе. Это какая именно? Ну, у него много, у него там есть и реквием, у него есть в принципе, метафизика музыки, вдруг... Ну, хоровой концерт, да, стихи нарекации. Это четвертая симфония, где по принципу сообщающихся сосудов вообще три религии, и католическая, и иудейская. Вдруг музыка, музыка вот в этот советский период становится метафизической. Вот о чем я хочу сказать. Вдруг через него, вот, вдруг музыка вот наполняется вот этим совершенно, вот таким звучанием, которое вот направлено, очевидно, вот туда. И вот в этом смысле для меня Шнитке тот человек, который вот открывает этот путь. Для, может быть, для других тоже. Пытался соединить четыре ладовых принципа. Некий ладовый принцип для католической церковной музыки. Некий ладовый принцип для православной церковной музыки. Некий ладовый принцип иной для лютеранской церковной музыки. И некий ладовый принцип выражен в их общем, так сказать, источнике. На Шнитке я наткнул совершенно случайно, когда задумывал проект «Три степени свободы. Музыка, кино СССР». И первый у меня, собственно, оказался в этой плеяде неожиданно. Я заходил с другого композитора в этой галереи, но прослушав Шнитке, я понял, что Шнитке пойдет под номером один, потому как это про три степени свободы. Музыка – знак больше кино, знак больше СССР. И всем понятно, что это мировой феномен, советская киномузыка. И нигде, ни в какой стране такие серьезные композиторы в кино не работали. Шостакович, Прокофьев, Кончелли, Шнитке, Губайдулина. А у нас работали. Иногда в силу печальных причин, а иногда и по доброй воле, как эта история со Шнитке. Когда он получил черную метку от Союза композиторов. В общем, у него был короткий роман длительностью два года Союзом композиторов. Он сделал поем о космосе, 12-ю заповедь. То есть написал все свои худшие, по его выражению, произведения. И Хреников сказал, вы же знаете, что вы неталантливый. Вам не стоит вообще писать. Так и сказал? Да, да. Вам не стоит заниматься, так сказать, сочинением музыки. Это не именно в тот момент. Но он это сказал. И он пришел, собственно, в кино абсолютно случайно. И, в общем, стал там пробовать. Пробовать себя. То есть, с одной стороны, он такой чистый пишет свои нововенские опусы математические в стол, которые позже назовет усложненным видом халтуры. Вот. И откуда он просто убежит перед 68-м годом. А с другой стороны, он отдался вот этой прикладной, вроде бы, музыке для того, чтобы зарабатывать себе. У него прекрасная жена, там, сын родился. Ему нужно зарабатывать деньги. И он с удовольствием пишет вальсы, польки, там, погони. И расширяет свой композиторский, так сказать, инструментарий. Работа в кино – это была моя лаборатория. Работа в кино была постоянно расширяющаяся лаборатория. Где то, что являлось потом, уже не было связано с фильмами. Когда я начал, просто послушал все музыку, там, с семидесятком фильма, я понял, что Шнитке – гениальный мелодист. Что в Шнитке вообще провальс. И первое мое погружение было невероятная красота. Невероятная просто красота и глубина. После него было сложно слушать какого-либо еще кинокомпозитора. Ну, то есть, как бы, степень иная. Ну, то есть, там вот столько, а там вот столько. И мой следующий шаг был именно, ну, как бы, я пытался слушать его академические произведения, там, год, два, три, четыре, но там это хорошо не заканчивалось. Собственно, у меня, я не наслушанный, я не подготовленный, но это так у опасной черты я стоял. Но, тем не менее, в какой-то момент, когда я уже начал собирать вот этот свой звуковой опыт, когда в Ленфильмовском павильоне встретится его киномузыка, мы говорили про первую симфонию, ну, вот перед вами сидит, ну, меня пробило, когда я это услышал на восьмиканальном звуке, когда я это все через себя просто пропустил, искав вот эти фрагменты, чтобы их сочетать. Ну, это сильнейшее переживание. Помните, в детстве нам все было любопытно. Мы бесконечно задавали себе вопросы. Могли разобрать машинку и не собрать ее обратно. Или, например, мы приносили домой снег, а через несколько минут он исчезал. Часами разглядывали энциклопедии и задавали себе самые разные вопросы. Ведь, в конце концов, все достижения человечества – это результат любопытства. Сейчас я уже знаю, откуда в холодильнике холод или зачем роялю молоточки. Но вот как устроена такая огромная компания, как Яндекс? Всем, кто сохранил в себе того маленького исследователя, я советую посмотреть фильм «Як». Он про людей, команду, пользователей, внутренние процессы и сервисы, которые создает Яндекс. Yet Another Conference – это ежегодная технологическая конференция Яндекса, на которой запускались все ключевые сервисы последних лет, вроде Алисы, Яндекс.Станции, Подписки Плюс и Каршеринга Драйв. С 2020 года конференция проходит в онлайне. Теперь это фильм на YouTube. В этом году, помимо рассказов о сервисах, в фильме показывают, что же такое Яндекс. Это не только офисы, это еще и дата-центры, склады, полигоны. Вы узнаете ответы на вопросы. Когда уже можно будет заказать беспилотные такси? И что станет с таксистами? Следит ли Яндекс за нами? Почему ваш заказ не привезли вовремя? А еще из фильма можно узнать о новинках этого года. Например, о втором поколении Яндекс.Станции. Это и новый дизайн, и улучшенный звук, и работа с умными устройствами любых производителей. И что немаловажно для меня, как для библиотекаря, Алиса научилась говорить шепотом. Обо всем этом вам расскажет и покажет Яндекс в фильме Як-2021. Смотрите по ссылке в описании. Все секреты Яндекса раскрыты. Теперь осталось только узнать, почему томатный сок кажется вкусным только в самолете. Ладно, давайте за... Давайте. Нет, давай за шнитки, что ли? Ну, конечно, за шнитки, несмотря ни на что. Шнитки? Да, за шнитки. Предлагаю послушать маленький кусочек, но так, раз уж мы заговорили про киномузыку, мы и послушаем. Повесть о неизвестном артисте, актере. Ну, не надо. Не вошла. А мне нравится. Прекрасная вещь. А мне нравится. Прекрасная вещь. Пожалуйста. Точно-точно, везде вальсы. Да вальс, вальс, везде. Король вальса. В какой-то момент я даже подумал, а не сделает ли мне компиляцию шнитки только из вальса. Из вальса. Вальс, 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 вальс. Вальс, 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 вальс. Вальс, вальс, вальс Давайте еще раз за Альфреда Гарича, ну, красоты неземной, что ты хохой, вот что тебе, что, где здесь ту матч? Везде? В смысле? В каждой ноте? Это он, это не про сдержанность композитора, это про бесстыдные приемы, ну, как бы, в хорошем смысле, а что так можно было? Вот, то есть, если уж перебор гитарный, то перебор. Не знаю, мы с отцом Алексеем. Нет. Я такую люблю. И я люблю. Я люблю такую... А они как с Романиного начали, вот так, за красоту. Нет, кто-то должен отвечать за это. Абсолютно все любим. Я, кстати, вспомнила свою любимую произведение Шнитке. Песню Мэри, конечно. Конечно. Было вредно. И тоже вальс, между прочим. И когда зараза минет, посети мой бедный прах, А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах. А Эдисон Денисов, пожалуйста. Вот, Олег, я считаю... Нет, Юль, Эдисон Денисов. Что ты думаешь про него? Эдисон великий мастер, который создал потом новую русскую музыку. Собственно, мне кажется, что Шнитке в каком-то смысле закрывает историю прошлого. Вот он её как бы финалит. Какую-то историю, связанную не только с литературой, естественно, а с историей вообще романтической музыки. В том числе русской. Ну и не только, поскольку Шнитке европеец, он вообще как бы сам весь-то апеллирует не только к русской, но и, конечно, к немецкой культуре. Не столько к русской. Конечно. Но, тем не менее, для него это безумно важно, и для нас это безумно важно, и, тем не менее, мы про них, про всех говорим именно как про часть русской музыкальной культуры. Русский, нерусский, не в смысле национальной принадлежности. Не было, наверное, в истории русской музыки композитора, который настолько бы болезненно ощущал свою, ну, как бы свой среди чужих, да, свою отдельность. Мне кажется, есть люди, которые могут конкурировать, да, здесь тоже за степень болезненности, но, конечно, Шнитке – это просто выражение вот этой боли, разрыва между русской культурой и европейской культурой, немецкой, классической, барочной, там, не знаю, романтической музыки, да. И Шнитке закрывает вообще историю романтической музыки, закрывает её гораздо позже, чем она закрылась, например, в Европе. Она закрылась здесь у нас, вот прямо-прямо на глазах, как бы романтический мир художника, который, вот, я художник, а мир вокруг – это что-то, что враждебно, да, моему внутреннему миру. Собственно, вот, как бы, центральный конфликт, а дальше, который решается через метафизику, и вот Шнитке становится, как бы, её кульминацией, причём и в раннем, и, и уже даже в позднем. Закрыл, а Денисов открывает уже совершенно другую дорогу, причём происходит это абсолютно вместе параллельно, в абсолютно одни и те же годы, да, там, где никакой не будет поле стилистики, хотя будет, безусловно, много влияния, Денисов вообще смотрит в совершенно другую сторону, он смотрит в сторону французскую. Французскую, да, то есть Шнитке – немец, а Денисов – француз, да. А Денисов – француз, да, про них, собственно, так и говорили вообще всегда всю жизнь. И Денисов потом налаживает связи с французской, там, тогдашней современной сценой, там, с Булезовской школой, и Денисов становится таки европейцем. Я никогда не стремился исполняться, особенно за границей, просто за границей никто не запрещал, если люди в Америке или во Франции, ФРГ хотели играть мою музыку, то они играли. Им никого не надо было спрашивать разрешения. Но я считаю, что нормально так, чтобы человек, живущий в своей стране, должен все-таки исполняться в своей стране. Нехорошо так, когда тебя играет везде, кроме твоей родины, а здесь перед тобой закрывает все двери. Вот Шнитке как бы болит вот от этого разрыва, болеет, да, и вот эту боль транслирует. А Денисов как бы исподволь, так вот не очень, он вообще мастер такой очень сдержанный, да, такой очень формальный, как бы прозрачный, безлишний, вот такой чрезвычайной литературы, там, психологизма. Потому что там понятно, что у Шнитке где-то добро, где-то зло, но его мир, он ценностно весь организован. Мы где-то можем не соглашаться, да, но мы чувствуем, что он организован именно ценностно, что он прям выстроен из вот этого конфликта добра и зла. Денисов совершенно по-другому видит мир, он видит его как, вот как кристалл, да, вот сейчас мы будем с ним разбираться. И это уже новое совершенно европейское. Ну, нет, скорее, скорее не мой, но, тем не менее, так же, как и к Шнитке. Леша, Денисов не мой композитор, отношусь к нему с большим тоже, с большой нежностью и интересом. Он для меня, если Шнитке для меня слишком размашистый цыганский, Денисов, наоборот, это такой человек в футляре. Да, Денисов это человек невероятной серьезности. Ничего, никакой иронии, никакой шутки юмора у Денисова ты никогда не найдешь. Он всегда был очень серьезным господином и очень сложные структуры ценил и любил, и вокруг них выстраивал всю свою музыку. Любая настоящая музыка, она всегда несет на себе отпечаток той личности, которая ее творит, которая ее делает. Поэтому все и слабости человеческие, в общем, и особенности характера, особенности человека как личности, по-моему, при внимательном слушании, вероятно, можно почувствовать. Действительно, он стал, на самом деле, русским булезом в том смысле, что он невероятно повлиял на целую... То, что я недоговорила, он же построил школу. У него школа, да. Он же построил школу, он как бы открыл нечто новое и построил дальше целый мир. Это же как хорошо, когда человек не может быть учеников. Не может быть учеников? Да, это же, на самом деле, прекрасное состояние, когда ты никому ничего не должен. Ты знаешь, что у тебя все закончится. Да и даже не в этом дело, ты этого не можешь знать. Но это значит, что ты не превращаешь себя в методику, что ты никаким образом не действуешь на других с точки зрения сверху вниз. Правда, да. Это просто разные темпераменты, да? Денис, в тем не менее, конечно же, строил методику. Я не знаю, сразу скажу, меня, может, не спрашивают, я совершенно не знаю музыку Дениса. Я тоже. Я считаю, что... Ну, то есть, Денисов, это просто действительно вот этот человек, с которого началась новая русская музыка. Человек, вырастивший целую плеяду учеников и очень много на кого повлиявший, и очень много кому давший дорогу туда и сюда, и помогший с заказами. Вообще, он был в этом смысле очень щедрым композитором и человеком, и педагогом. Но при этом эта музыка очень сильно была привязана к своему времени. Вот очень сильно была привязана к, там, серийной технике, вообще к тому, что тогда было очень важно. То есть сейчас она звучит как состарившаяся музыка? Она, по-моему, да. Ты, как бы, примерно то же самое говоришь, что и про Шнитке. Да, но в другую сторону. Но при этом у Шнитке есть, как бы, такая вещь, например, почему его любят музыканты, да? Потому что посреди вот этого всего коллажа, шухера, хаоса... Потому что его можно романтическими техниками решать. Там посредине стоит романтический скрипач. Там есть сольная партия, и там, например, альтисты говорят, что пока будет жив последний альтист, Шнитке будут играть, потому что такие, как бы, есть вещи в репертуаре, такие, которые, как бы, они всегда будут... Больше никто не написал. Да, и поэтому, собственно, его играли великие там и альтисты, и скрипачи, и... Ну, понятно. Скажи, нам с отцом Алексеем через что войти? Я бы Солнце Инков. Солнце Инков? Ну, вот, Солнце Инков или Пена Дней, а я бы посоветовал послушать пятиминутное сочинение, оно там, пять с половиной минут, называется Пение птиц. Пение птиц? Пение птиц. Это обаятельнейшее короткое произведение. Это магнитофонная пленка с записью птиц. И исполнитель, который с очень сложной партитурой, графической, там, такие концентрические круги, должен выполнять такие сложные инструкции. То есть, взаимодействовать с живым миром, когда ты вслушиваешься... А, ну, или рояль там препарированный, то есть, там рояль, на котором навешаны всякие болтики, железочки, эластики, то есть, то, что Кейдж придумал. И эта музыка, ты не сразу понимаешь, что это не просто запись пения птиц, а это препарированная запись, причем очень сложно. В студии электронной музыки при музее Скрябина это происходило. Это музыка, то есть, это не музыка, которая рождается в тебя, а то, которую ты изобретаешь. Да, это музыка, которая, она живое и неживое сочетает, импровизацию и прописанные какие-то вещи. И при этом она, при всей своей внешней такой радикальности и странности, она продолжает большую традицию классической музыки, связанной с изображением природы. Ливальди, там, Дакин, Кукушка, Рамо, Курица, и вот дальше, и пение птиц Денисова идеально туда прекрасно вписывается. Олег, у тебя есть отношения к Денису? Я не могу сказать про свои отношения, потому что я вообще не наслушан Дениса вообще, ну никак, практически никак. Я просто воздаю дань уважения, мягко говоря, за то, что он занимался, у него была образовательная программа. Это же Троица Московская, и Губайдулина, и Шнитке. Это же он, собственно, организовывал посылки из-за рубежа. Он привозил с Варшавской осени первые материалы, которые ему давали вот те ребята. И, ну, как бы, он ликвидировал барьеры. Вот. То есть, в общем... Это важно. А это важно. Важно. Давайте тогда выпьем за него и послушаем пение птиц. Попробуйте. Чуть-чуть, чуть-чуть. Так, врубаю. За Денисова. За Денисова. За странным именем. Эдисон. Некрещеным. Субтитры подогнал «Симон» 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 С одной стороны это странно, с другой стороны 5 минут Ну как? Ну да Переходим к третьему участнику этого потрясающего трио, которое всегда как трио все-таки воспринимается. Это Софья Губайдулина. Юбилей, кстати говоря, 80 лет. 90 лет в этом году. Давайте-ка, чтобы она была жива, здоровая. Надо сказать, что она сейчас очень тяжело болеет. Да? Ну да, здоровья тем более. И я хочу, отец Алексей, вам сначала слово по поводу Губайдулиной. Ну вообще-то это, я в ней абсолютно утопаю. Это вот то, что для меня, вот если вот мы говорите о музыке, это вот она. Это то, что просто меня вот как-то вот совершенно разрывает и одновременно скрепляет. То есть это то, что делает в моей жизни еще такой прорыв вперед постоянно. Это такая молитва Камарика. Не знаю, как по-другому сказать. Вот молитва Камарика. Это вот удивительный совершенно человек с такой проникновенной проповедью любви, красоты, вот этого мира, которого трепетного абсолютно, вот дрожащего абсолютно, без лишенного всякой защиты, абсолютно вот нуждающегося в тебе. Не знаю, я более христианского композитора, ну может еще Арва, конечно, вот чем она. Для меня это просто такое продолжение, конечно, вот этой христианской проповеди Шнитке, без всякого сомнения. В ней она гораздо более глубокая, потому что более глубокого человека, чем она, я вообще в музыке этого периода не представляю. Вот. Я могу долго говорить. Вот. Но именно в таких вот очень, наверное, эмоциональных категориях, потому что это вот как-то однажды пронзенное иглой сердца, которое не может потом зажить. Вот. И семь слов – это просто что-то невероятное. Я не могу даже себе представить, как это могут слушать, понимаете, люди, которые вообще Евангелие не брали в руки, ничего не открывали, не понимают, о чем идет речь. Ну, в том числе, как скажешь, ну, Гайдена тоже там понятно. Это реплика к нам сегодняшняя, вот эти вот семь слов. Но это такое пронзительное, пережитое совершенно абсолютно в истории, в том числе, этой страны распятие. Это такая потрясающая история о воскресении Христовом, в том числе. Это что-то запредельное. В том числе, это вот такой опыт литургии, настоящей литургии. И это вот кроме вот семи слов там это «доисполнится уста моя», когда она вдруг вытаскивает из литургии маленький причастный стих, запричастный стих, вот, с тем, чтобы сделать из него целую, как бы сказать, историю. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я не знаю, что сказать о ней. Я просто перед ней вот преклоняюсь, как перед такой мироносицей, я бы сказал, современной, совершенно музыкальной. Как о человеке, который сумел своей музыкой вот абсолютным образом показать, что такое настоящая молитва. Не знаю, что еще сказать. Ну, хорошо. Людям, которые не слышали никогда Губайдулину, с чего начать? Ну, вот, хорошо. А скрипичные эти самые квартеты? Ее, конечно. Юль. Не знаю, мне вот как-то с самого, ну, как-то с юности всегда казалось немножко чужим эта фигура, да, и вот, ну, эта музыка. Мне казалось, что она, ну, как бы настолько какая-то вот большая, да, что мне сложно очень подойти. Да, это вот всегда что-то величественное. Я буквально на прошлой неделе ездил ловить рыбу на какое-то водохранилище вот в Московской области, и я вечером в полной тишине, когда уже солнце абсолютно не село, был абсолютный мрак ночи, и только вот какие-то облыски луны отражались на воде. И вдруг вот эти звуки, совершенно неожиданные звуки, такие вот маленький треск травы, вот, какой-то свист ветра небольшой, еще что-то вдруг наполнили вот это пространство. Черное, абсолютно безжизненное, абсолютно мертвое, как сказал бы, пространство, и вдруг они дали эту жизнь, и вот, и вдруг я сразу вспомнил про нее, почему-то не знаю, простите. Мне всегда казалось, что это что-то настолько величественное, да, а вот наоборот, не шум травы, да, а вот что-то, что-то очень большое, с очень большим значением, как бы, да. Ну, уровень, вот, в, как бы, вставленного, да, ну, как-то вписанного в музыку значения, вот, кроме самого звука, да, казалось очень большим и, как бы, ну, как будто распирающим. Динтактическое очень, да? Ну, да, да, наверное, да, и мне, как бы, поначалу было всегда сложновато, а потом как-то выяснилось, что это, на самом деле, ну, что мне интересно ужасно, ну, какой-то удивительный случай человека действительно прямиком, абсолютно прямым ходом, идущего вот из совсем-совсем старых, да, каких-то барочных традиций музыкальных, используясь, вот, ну, абсолютно авангардные, да, современные техники, языки, но это же совершенно не противоречит, в том числе, и барочному отношению к звуку и к форме, да, вот весь этот, ну, экспериментализм, как бы. И она совершенно, получается, мимо этой всей истории, локальной истории музыки, там, русской, нерусской, вот то, что мы про Шнитке Денисова говорили, да, кто где, получается, что она как будто сквозь абсолютно эту историю. Или там романтизм, второй авангард, там, формальная, там, ученая музыка, при том, что она создает музыку из каких-то там рядов Фибоначчи и так далее. И, тем не менее, она как будто бы проходит мимо этих конфликтов, да, мимо этих концов, начал, там, одних каких-то культур, других, вот, совершенно по-своему. Это ужасно интересно. У меня была история, когда мне, меня попросили взять интервью Угу Байдулиной по поводу ее, там, прошлого, уже позапрошлого выбили, то есть, 10 лет прошло. И я тогда не очень хорошо знал ее творчество. Ну, я что-то, конечно, слышал, то есть, все, и что-то про нее знал, но в целом, ну, ну, я подготовился, и у нас был хороший разговор, и она была очень расположена. У меня было очень странное чувство в разговоре, и я потом это много раз всем пересказывал, потому что это как, ну, такое микрооткровение такое, когда сидишь напротив человека, и ты что-то слышишь, а еще что-то чувствуешь. И вот я чувствовал, очень странное у меня было ощущение, вот, как будто ты под линией электропередач, или ты попал в какой-то большой фонарь, вот, как телом прям, да, ощущение какое-то. Я сначала это списывал на волнение, ну, потому что все-таки, там, большой композитор, кто я такой, да, потом я понял, что, на самом деле, дело было не в этом, а просто в ее невероятном качестве внимания. Она просто очень внимательно меня слушала, и очень внимательно мне отвечала, и больше не делала ничего, но для нас, обычных городских людей, такое качество внимания просто не встречается. Это то, чему мы учимся, там, на випассанах, кто-то учится молиться, и там, этому учится, кто-то еще как-то, да, ну, то есть, есть разные практики. Способы, попытки к этому подойти. Видно, что София Асгатовна не бывала на випассане, я думаю, никогда. У нее это просто часть ее, просто, ну, существа, да, и я абсолютно был снесен этим ощущением. Мне стало настолько интересно, и я задал себе вопрос, это она такая, или это все композиторы такие? Может ли такое быть, что композиторское ремесло меняет людей так, что они становятся вот такими, как София Асгатовна? Задал я себе вопрос, и начал искать встреч с другими композиторами, напрашиваться там, придумывать какие-то поводы, и кончилось это тем, что в результате меня унесло в гигантский, там, десятилетний проект разговоров с композиторами, книжку, подкаст, то, сё, там. И сейчас я, собственно, этим фактически, основное мое занятие связано с академической музыкой, и Губайдулина, я не через музыку ее пришел в этот весь мир, а через нее саму, вот прямо через, как бы, касание. И это было самое интересное. А потом уже я начал слушать ту музыку, Сюма, я был на репетиции, где она объясняла, как играть, это фантастика. Такое же качество внимания, и вот она потом, там, ну, естественно, все музыканты ужасно нервничают, потому что живой классик сейчас. Она при этом ужасно мягкая, обаятельная, но при этом очень цепкая, очень такая довольно, видно, что она жесткая внутри, но, как бы, не по-человечески, а просто, ну, по-рабочему. Вот, и она просила там какой-то акцент поменять, какой-то штрих, и музыкант говорит, здесь же вот так написано. Говорит, это я написала. Забудьте. Я, это ошибка, это не надо так делать, и часто я это наблюдал. И когда она вот сидела и слушала собственное сочинение, просто не отрываясь вот так вот, да, и видно, что она абсолютно в это погружена, с тем же, с гораздо большим, я думаю, качеством еще внимания, чем на меня, да, она это тратила. А она просто, это было видно, что это ее дело. И ты вот сидишь рядом и думаешь, блин, вот человек, а, на своем месте, и, б, занят своим делом, и вокруг него такое свечение, знаешь, такое легкое, как лампочка такая. Если отвечать на вопрос, что послушать, да, то вот у нее есть так, что-то вроде такого трио, аферториум, интроитус и семь слов, которые вообще, надо сказать, что, чьи семь слов-то надо сказать зрителям, да, не все же, наверное. Ну, семь слов это слова Христа на распятие, да, это семь слов, которые Христос говорит, распинаемый на кресте. И это в советское время нельзя было так назвать полностью, она называется семь слов Иисуса Христа, она называлась семь слов, но даже этого ей не дали, и при издании этих нот она называлась партита, значит, чтобы даже намека на эти семь слов не было. И это как бы такая, ну, тайная месса в каком-то смысле. Это, конечно, это настоящее, это, конечно, такое, такое тайное христианство вот этого периода, я потом, я уже говорил, когда поговорил про Шницкий, но это потрясающая плеяда вот этих композиторов, которые вдруг стали проповедовать Христа своей музыкой в тот самый период, когда это было невозможно в принципе, а у них это получилось. За всю церковь работали. И вот если семь слов, это очень драматически. Думаю, что они даже вышли за пределы церкви в этот момент круг. Для меня вот каким-то основным таким символом является фигура креста. Вот как раз это вертикаль и горизонталь, на которой все, вся сущность человеческая, вся экзистенция. Я хочу, во-первых, сказать, что вот, Леш, ты говорил про вот свою встречу, и я почему-то подумал, что вот как я воспринимаю Губайдулину, это отчасти вот к твоим словам, потому что для меня это такие слайсы, это как это томограф называется, который тело человека на маленькие дольки режет, и ты поперечный. То есть время, когда звучит Губайдулина, время замирает, и я чувствую каждый атом времени, каждое мгновение. Вот оно, то, что называется метафизикой. Вот оно и есть метафизика. Метафизика. Я внутри этой музыки. Вот это ощущение. Что мне еще предстоит услышать? Я так рад. А что касается трио-острия, это тоже такой факт, интуитивная музыка. Собственно говоря, интуиция — это голос души, то, с чем с человеком говорит душа. И духовный опыт, конечно, значительно, ну, не сопоставим с опытом человеческим. И интуиция, собственно, это такое вот слово, и интуитивная музыка — это самое чистое и самое точное. Послушаем. Конечно. Живое, неживое. Живое, неживое. Давайте за нее. Да и Бог здоровья. Дай ей Бог здоровья. Она отказалась лечиться. Что отказалась? Лечиться отказалась. Ну, в 90 лет это, мне кажется. Понятно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok для его авангардного круга, потому что все вокруг, вот, и Денисов ему, когда это услышал, сказал, что, ну, Валя, ты перестал быть композитором, он сказал ему, Валя, он сказал ему, Валя, теперь ты будешь богатым, вот, а еще он сказал, Валя, ты перестал быть композитором, и они поспорили, он, мне посчастливилось с ним брать у него большое интервью, мы очень долго разговаривали, и у меня есть маленькое личное тоже воспоминание, когда я приехал, он вообще, тут надо сделать некоторые предисловия, потому что, в отличие от Пярта, Шнитке, Губайдулина и даже Денисова, фамилия Сильвестрова, как мне часто, как бы, практика подсказывала, не всем известна, не все знают Валентина Сильвестрова, хотя все знают его друзей, это был один маленький кружок советских авангардистов, да, при этом все его друзья считали его самым талантливым, гениальным композитором, как он, и сам он говорил, что, ну, они все так считали, а уж Арва вообще называл меня вот этим словом на букву Г, в смысле гений, ну, а я, а я ничтожно его в ответ, наоборот, критиковал, в общем, короче, как, ну, в общем, он так сокрушенно, говоришь, я уж не знаю, что, почему так, ну, вот так сложилось, и это не, это может быть, вот, если вам нужно узнать одного композитора 20 века, которого вы не знали, русскоязычного вот этого мира, да, то вот Сильвестров это, возможно, будет для вас, дорогие зрители, фантастическим открытием, потому что он и в своей авангардной части удивительный, и это такое, такая авангардная музыка, которая сложная, напряженная, там, сложно устроенная, но при этом всегда очень мелодичная, особенно, если ты фортепианный и слушаешь вещи, там, этюд в серебристых тонах, это фантастическая, тонкой выделки, обаятельная музыка, хотя она очень вот такая вся, да, а поздняя его музыка, он написал, в частности, я не помню, сколько, несколько сотен фортепианных богателей, продолжает их писать, богатель это маленькая фортепианная пьеска, да, романтическая фортепианная пьеска, и вот он их пишет, 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 и пишет, и когда ты это слышишь, и если вдруг как-то ты услышишь в его исполнении, особенно, это просто невероятно, ты просто таешь, то есть ты просто, вот он, я слышал, вот я сидел напротив него, и он играл эту вещь, при этом я не был его слушателем в этот момент, то есть он в этот момент, он сел, ну, он как бы огляделся как-то, но в целом он уже был там, и когда он начал играть, он был уже полностью там. А предистория этого рассказа была в том, что я с ним встречался в Берлине, у его подруги, музыковеда Татьяны Фрумкис замечательной, которая занимается его творческой много лет, ну и она его вытащила в Берлин, вообще он из Киева не выезжает, он сидит в Киеве всю жизнь в одном и том же месте, и он ничего, кроме музыки, его не интересует, вообще, совсем. И вот, значит, мы приходим к ней в квартиру, с ней вместе, звоним, никто не открывает, мне кажется, странно, Валя должен быть дома. Говорит, она открывает своим ключом, потом мы звоним долго в дверь, никто не открывает, она говорит, очень странно, открывает своим ключом, открывает, а там такая берлинская старорежимная квартира, длинный коридор, такое все очень основательно, и где-то издалека вот из этого коридора откуда-то доносится волшебный фортепианный звук, ну, рояль звучит, вот какая-то фантастически красивая музыка. Вот, и она, значит, кричит туда, Валя, 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 музыка не прекращается. Это кино просто. После того, как мы звонили, стучали, то есть, как бы, и вот уже, когда кажется, что, ну, не может человек этого не слышать, и мы уже, я уже думаю, ну, может, это запись, ну, я не знаю, что это, какая-то музыка звучит. Она прекращается, и выходит Валентин Сильвестров, значит, великий, гениальный композитор, такой вскаклочный, это просто вот как какая-то романтическая комедия, вот как, представьте себе, такой вот стереотипный образ гениального композитора, как очень, только что играл, забыл про все, вот я его вижу, и он действительно нас не слышал, правда, вот не то, что он там как-то, он просто нас, он нас не игнорировал, он просто нас не слышал, и вот когда он потом, после долгого разговора, просто сел играть, я понимаю, что он уже не здесь, мы еще здесь, и мы вообще все время были здесь, а он как бы то здесь, то не здесь, и в момент, когда он начинает играть, его вообще нет, и это такое качество музыки, которое, главное, такое качество сочинителя, да, которое, попробуй найди такого, он просто вот, это человек-музыка, вот он сидит у рояля, и когда я его спросил, ну, чтобы как-то начать разговор, как ему сейчас в Берлине, я же знаю, что он редко путешествует, он говорит, ну, а что Берлин, я же езжу от рояля к роялю, что мне Берлина? Это раньше, когда молодые мы были, мы чем-то там впечатлений набирались, а сейчас и правда он, вот. Америка 27-го и 28-го, но я не поеду, я не могу. Они поздно дали сигнал, не согласовали со мной время-то, вообще так ехать далеко страшно. Вот, бах, дальше Лейпциг не выезжал, и как-то на музыке не чувствуется. Потому что не было в Нью-Йорке. Отвечая на вопрос, что послушать, мне кажется, что любые... Богатели, думаешь? Богатели. В авторском исполнении есть? Есть, да. Он их записывает сам на CD-ар и раздает, их можно найти. А в сети нету, да? В сети есть, да. Ну, то есть на платформах... Вообще, я бы дал тихие песни послушать, потому что это... Слозборожки. Я много раз ее ставил разным людям, да, особенно которые такие, ну, ну, вот академическую музыку, это ваша современная музыка, пожалуйста. Спасибо, Господи. Это очень... А, странная, Б, затягивающая, В, абсолютно гипнотическая музыка, которая как раз очень понятна людям, которые не слушают такое, а слушают, ну, не знаю, электронную музыку, например, да, или что-нибудь. Такие отмороженные романсы, которые обладают таким совершенно, вот скажи, гипнотическим свойством. Да, безусловно. ПЕСНЯ Ты их слушаешь и просто как... А, кстати, у него тоже есть прекрасный вальс. У Сильвестрова? Свадебный вальс совершенно потрясающий. Удивительно совершенно потрясающий. Короче, нам очень повезло, что мы живем с ним в одно время. Вот что я вам скажу, ребята. Это правда, да. Вы просто ощущаете, что он где-то сидит и сочиняем? Я уже все сказал. И сочиняем. Все, что мог сказать. Олег? А у меня... Я стою на пороге. Я, конечно, немного слышал и тихие песни, но я просто понимаю, что я только воду потрогал. То есть я еще только вот ножку вот так запустил, пощупал. И я знаю, что я к морю-то вот прямо вернусь. И мне предстоит уго-го просто такая любовь на всю жизнь. Как мне с Губой Дулиной еще предстоит? Как всем нам многое, что еще происходит? У меня есть то. Вообще-то счастье, что эта музыка родилась. Какие мы счастливчики вообще. Удивительно. На самом деле, вот этот потрясающий период этой музыки, который совершенно невозможно ни с чем сравнить в мире. В мире, да. Русская школа. Ну и вообще, это тот редкий случай, когда это просто красивая музыка еще. То есть без всяких «но», «а вот», «там», «да». Это музыка, которая вообще кому угодно. Как уж нитки. Ну, окей. Я ничего не говорил. Не как уж нитки, но тоже, да. В том числе как уж нитки. В том числе, да. И ты понимаешь, что это, когда он про нее говорит, да, это просто красивая фортепианная пьеса, как будто бы ничего не было. Абсолютно разные все. Ну, конечно, безусловно. Абсолютно разные. Но эта музыка написана... Каждый друг открывает мир совершенно иначе, чем другой. Эта музыка написана человеком, который прошел через авангардный период. Он говорит, что это... Он сам про нее говорил, что это музыка обожженная авангардом. Вот когда ты через это прошел, начинаешь это писать. Она не такая простая, да? Кстати говоря. Кажется простой, но она не простая. Все эти патэ и жесты ушли в подтекст. Какой-то чуть-чуть. Это напоминает как соль. То авангард такой же, это когда ты ешь и одна соль перед тобой. Вот ешь кучу соли. А теперь эта соль авангардная, она только чуть-чуть. Вот если бы ее не было, вообще было бы пресно. Но она есть, присутствует в этих текстах. Слушаем Сильвестрова? Конечно. Ну, спасибо. Что? Спасибо. Сильвестров 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 Арво стал его духовным сыном, и тогда Сафроний, когда узнал о нем, сказал, что делаете? Немедленно, немедленно, немедленно пишите, немедленно занимайтесь своим делом, это ваш путь к Богу. И Арво стал, для него начался совершенно новый такой жизненный и творческий путь. Мне это понятно, собственно говоря, когда слушаешь его музыку, понятно, что вдруг начинает звучать. Буквально позавчера, да, Коль, когда мы позавчера же виделись, да, я вернулся домой, у меня есть винил мизерера. Вот, и я вернулся, я поставил эту пластинку с мизерера. И, казалось бы, сначала вот этот 50-й псалом давидовский на латыни, «Помилуй меня, Боже, повелиться в милостове», как бы, ну, это самое главное. А потом вдруг я совершенно иначе услышал, совершенно последнюю часть, это «Саре 90 лет». Причем вот это вот отрывки из 16-й, 17-й, 18-й главы книги «Бытия», при этом там нет же никакого текста, там вообще нет никакого текста, а есть только музыка, которая рассказывает о том, как у неплодной абсолютно 90-летней Сары вдруг рождается Исаак. И вот это для меня вдруг снова стало каким-то откровением, вдруг я почувствовал одновременно, когда там есть такие удивительные, ну, это простые достаточно, но по-разному воспринимаемые, наверное, людьми вещи, но для меня это было так, когда вдруг я слышу одновременно, как Господь стучит в твое сердце, и это значит, ровно то же, что Он забивает в тебя гвоздь. Вот так остро и абсолютно вот в тебя Господь забивает гвоздь. И это что-то невероятное совершенно, это человек, который знает о Боге больше, чем я, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, поехали. В горах мое сердце Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима «Мартыновой Билла» Почему то «Мартыновой» не понравилось Не понравилось Нему не понравилось да, посвящение Ходорковскому Но это очень много кому не понравилось Потому что это такой выход Из вот некой условности Мы такие тут все про что-то очень возвышенное все разговариваем На такой музыке activation к przedstaw Ведь в Советском собственном союзе позднем в том числе и среднем музыка как бы старается kanske к нипрочто Или что прав « Eagles difредная» «Т outreach цена, да?» но вне политики, вне актуального контекста. То есть та же Губайдулина, когда она произносит эти семь слов и вынуждена скрывать название. Но в этом смысле после Шостаковича, наверное, не было никого, кто бы так общественно-политическую повестку, кто бы так реагировал на общественно-политическую повестку. В каком-то смысле общественно-политическая повестка есть уж нитки, например. Конечно, конечно. Таким чаще чуть окольным путём, но безусловно. В первой симфонии там вообще не окольные. В раннем прямо, в чуть более поздних, более окольных. В общем, самыми разными, конечно, способами. Но в этом смысле вот эта поразительная, по-моему, на самом деле, история про Гарта. Тут можно как хочешь говорить, прав, не прав, что надо было, не надо было, что угодно. Я уверен, что для него вообще политический контекст не имеет никакого значения. Для него имеет значение... Это всё про симфонии посвящено узникам, да? Узникам, да, вообще всем несправедливо осуждённым. Да, и всем несправедливо, неправильно осуждённым. Он совершенно по-христиански смотрит на этот мир без абсолютно, без всякого политического контекста. Для него нет узников, которые за или которые против. У него есть узники, есть некое выражение узника, который самый известный узник в тот период. Тем не менее, когда проблема узника или узников становится не просто какой-то отвлечённо-человеческой... Но сегодня она с новой силой для нас становится... А становится очень болезненной, острой и горячей, да? В этом смысле пиарца своим как бы общечеловеческим отношением оказывается в центре совершенно, ну, такого трепетного, да? Именно, и я сейчас вернусь как раз к истории про Сафронию, потому что, на самом деле, через Сафронию он узнал, кто такой Силуан. И у него же есть эта потрясающая красота, песня Силуана, которая просто вот так из такой тишины просто вырастает, как просто вот удивительным образом. И мало, может быть, кто из наших телезрителей знает, кто такой Силуан, о котором эта песня. А этот самый Силуан – это вот такой простой русский мужик, который, вернувшись после Первой мировой войны, вдруг затасковал о правде. Вдруг затасковал о самом главном, вдруг затасковал о поиске Бога и ушел на гору Афон. И там прожил жизнь с самым простым монахом, абсолютно без всяких там иерархических должностей. И с ним тогда познакомился вот этот Сафроний, который стал потом духовным отцом у Арва. И этот Сафроний тоже был интересный такой человек. Он сейчас канонизирован, кстати, в Константинопольской церкви. Это потрясающе. Он в юности был таким художником, русским художником-эмигрантом, который в Париже ходил по кафе, по Монмартру. Был знаком со всей парижской тусовкой. И жил в этой прекрасной атмосфере. С одной стороны, грустный русский эмигрант. С другой стороны, вот этой удивительной Франции 20-х годов. И вдруг его что-то вдруг разбило, раскололо, размозжило. И он, уехав в какое-то путешествие, познакомился с этим простым русским мужиком из Тульской губернии, которого звали Силуан. И абсолютно был после этого поражен всем, всей красотой этого мира, который Масилуан открыл. И через эту красоту Иарва, собственно говоря, вдруг по-другому стал смотреть на мир, как на мир, где очень мало правды, очень мало правды, где эта правда затеряна, искажена, абсолютно извращена, затоптана. Ее надо обязательно оттуда каким-то образом вытаскивать, вытаскивать, вынимать. Вот, собственно, чем он занимается, мне кажется, это очень важно, что он эту правду так как-то вытягивает своей музыкой. У меня как раз была на полях ремарка, насколько отец Алексей сегодня в этой теме оказался главным экспертом. Наконец-то! Потому что кого ни возьми, из больших композиторов послевоенной ситуации, да, они все, для них всех тема религии и Бога, это вообще самое главное. Мало этого, Леш, большой мастер всегда заканчивает духовными произведениями. Ну, да, но если ты в то же время посмотришь на европейских классиков, да, религиозность Булеза, Штаггаузна или Ксенакиса, мне кажется, это не самое важное. Но это 20-й век такой. Да, но вот ровно в это же время... И это 20-й век. Нет, Штаггаузена, конечно, но не религиозность в том смысле, ну, как бы, в невоинституциональном смысле. Да, как бы в смысле метафизическом, мистическом, да. Да, но тут-то, конечно, все они профессионально православны, кроме Шнит, который католик. Который католик, да. Но при этом причащался у православного священника, как он написал. Вообще это поразительно, про то, насколько он был разломан во всем, включая то, что он крестился в католической церкви, но в Москве ходил, православный батюшка к нему приходил, значит. И когда... И она описывает в беседах с Ивашкиным, да, эту историю, что при этом... И он говорит, ну, конечно, я весь, весь мой духовный мир, он православный, а не католический. И когда его собеседник спрашивает, зачем же вы тогда крестились в католичестве, он говорит, если... Да, что человек с внешностью еврея и немецкой фамилией крестится в православной церкви, это странный жест. Это как будто я прошу у них прощения, как будто я встаю на колени, я не могу этого сделать. Но при этом, говорит он в следующем же предложении, когда я в православной церкви, я себя всегда чувствую очень спокойно, а в католической, на Западной Украине я когда оказался, я был единственным человеком, которого обнесли на причастие. Ну, почему? Ну, как, почему? Еврей. И вот в этом мире ты все время... Ну, в общем, это отдельная тема. Не буду говорить про религию, сейчас, слава богу, есть кому за этим столом сказать про это. Наконец ты умеешь. Да, авторитет. Не мне и что сказать. Что касается Арва Пярта, то, ну, поставив все это в контекст, Арва Пярт не только из всех композиторов, которые есть в твоем списке, но и вообще, это несколько лет подряд статистически был самый исполняемый из живущих композиторов вообще. На земле. На земле. И даже сегодня, мне кажется, его исполнять не играет намного, он просто не номер один уже. Его очень любят, кстати, говорить в Голливуде. А, сегодня, прям сегодня физически. Я думаю, что, наверное, ну, если не каждый день, но через день найти площадку в Москве, где играют музыку Арва Пярта, а уж в мире, это вообще не вопрос. И это вот была пластинка, которая вышла в 84-м году, та была раса, которая вышла на лейбле ESL. И у меня тоже она есть. Легендарная, которая... Гринденко Крэбер. Да, которая началась с того, что прогрессивный владелец немецкого лейбла, который, вообще говоря, выпускал джаз всякий, Кейта Джарета там и так далее, ехал на машине. Ну, уже не традиционный джаз, он уже, конечно, контемпорарий, серьезный контемпорарий, да, с заходом во всякую там... С заходом, но как бы он глубоко не нырял в академический мир тогда еще. Он как бы начал к нему подступаться, но это начало 80-х, еще не было ESM New Series, еще тогда не было, началось, собственно, с этой пластинки. И вот он едет и слышит по радио какую-то музыку. Это была, вот, собственно, та была раса Пярта, записанная для западно-германского радио. Кто-то ее передавал, он остановил машину, дослушал до конца, был настолько этим поражен, остановил, чтобы услышать, кто это. А там музыка прямо сшибается. Нашел его, выпустил на лейбле и, соответственно, дозаписал, нашел Пярта, который как раз... эмигрировал из Эстонии. С этого началась новая эра не только в жизни Пярта, которая была не то, чтобы очень известным композитором тогда, но и вообще для новой академической музыки, потому что это была самая продаваемая пластинка академической музыки на долгое время. Она продалась каким-то невероятным тиражом, и все ее обсуждали, и начался вот этот разговор про новую простоту. И действительно, если посмотреть, то вот в конце 70-х, начале 80-х, сразу несколько композиторов, которые писали как бы авангардную музыку, ушли. И о некоторых из них мы сегодня говорим, да, есть и другие. И вот у Пярта был вот этот вот тоже переход. И что я, собственно, хочу рассказать про музыку, все мы уже сказали. Эта музыка внешне кажется очень как бы простой, такая звенящая красота, звенящая простота. Но она на самом деле очень сложно устроена, потому что за ней стоят очень сложные, в том числе числовые схемы, да. Она, за ней стоит сложная математика. И меня абсолютно поразила история, как он рассказывал, как он к этому пришел. Вот он почувствовал, что та музыка, которую он писал, больше он не может эту музыку писать. Он не находит себя в ней. А что писать дальше, он не знает. И с одной стороны, ему попали в руки просто ноты Григоренского хорала, и он... Которую он в потрясающем образом использует всегда вот. Это удивительная вот история, когда его такое восточное православие и одновременно вот это вот западное... Западные корни соединяются в музыке, где вдруг, когда он пишет, скажем, покаянный канон, одновременно звучит вот это вот Григорианское и абсолютно византийское. Как это может вообще сочетать удивительное? У меня была просто встреча случайно с одной записью Григорианского пения. И это настолько просто было, и настолько чисто было, и настолько рельефно было, что это так поразило, что я в один момент понял, что там истина. Вот в таком музыкальном мышлении. И он смотрел на это, он говорит, что я смотрел на это, как просто на текст, написанный на совершенно чужом, другом языке. Я не понимаю, как он устроен, но мне очень хочется. А параллельно он делал следующее. Он каждый день брал один псалом за другим, ну, текст, да, произносил его вслух и записывал ноты, которые приходили ему в голову, связанные с этим текстом. Записывал, перелистывал и писал дальше. И вот, значит, одна нотная тетрадь в день. Семь, значит, этих самых. И он это делал несколько лет, каждый день. Есть документальный фильм про него Дарьяна Супина, где вот он открывает шкаф, и там вот так вот сверху доню за эти тетради стоят, переплетенные. А иногда он где-то в книжке в Единственной, которая есть с его воспоминаниями, беседами какими-то, да, рассказывает, что его жена, точнее, ему добавляет. А иногда он смотрел на облака птиц, зарисовывал их, и рядом тоже писал ноты, которые приходили ему в голову при виде облака птиц. А иногда еще что-то ему. И вот эти ноты, это не то, что он должен был играть. Это не музыка, которую надо было исполнять. И никто не предполагал, что это будет исполняться. Это просто были вот какие-то нотные нащупывания дороги, да, очень долгое, абсолютно мучительное. Жена его говорила, что вот я... У меня было ощущение, что он взорвется в какой-то момент, потому что не было понятно. И потом где-то вот в этих очертаниях нот он нащупал свою новую схему, свою новую систему, которая называется Тинтинабули, на которой основана вся его музыка. Вот это был как бы первоворотный пункт такой. И тогда я стал смотреть ноты вот этого пения. И годами смотрел, вот так смотрел, вот так смотрел, вот так смотрел, и играл, и пел. И ничего не помогло. И ни к чему не, как бы, никакого сдвига не было, то есть внутреннего. Вот представляете себе, как бы, что это было? Вот он сидит в Эстонии, да? Как бы, никто его в этом смысле не поддерживает, никто не понимает, что он делает. За то, что он делал, он уже получил достаточное количество тумаков. Ничего впереди нет. И вот он сидит каждый день, да, и записывает вот ноты за нотой. Это одна маленькая история про его, как бы, погруженность, да? Когда ты после этого слушаешь то, что он написал, вот первое, в том числе и эти вещи, да, и Табулу Расса, то ты понимаешь, что вот это звенит невероятного напряжения, которое вот он несколько лет прорвался, прорвался и куда-то прорвался. Сам еще не был уверен в точности, что он что-то нащупал. Но из него очень быстро полилось. А вторая история, связанная с его детством. Он из маленького городка, и он говорит, что у меня была такая жажда музыки, я каждый день слушал музыку и записывал названия в тетрадку. И у меня к вечеру одних названий было две страницы обычно. А вечером я выходил на базарную площадь, где передавали симфонические произведения из жестяного, значит, репродуктора. И ездил вокруг него на велосипеде. А почему я ездил вокруг него на велосипеде? Я подумал, что он стоять два часа, как гвоздь вбитый у этой штуки, будет выглядеть странно. Поэтому я нарезал вокруг них круги. И вот это, представляете, как бы, насколько... Кино? Это абсолютные картинки. Кино, да. Все, как это описывается. Потом ты это слушаешь, и такой, ну, да, очень красивая музыка. И весь мир такой, вау, классно, да? Но когда ты понимаешь, что за этим стоит, это совсем не так просто. Ну, давайте еще раз заперто. Олег, скажи про него несколько слов. Что тебе? Ну, мы пьем или... Мы пьем и говорим. Мы пьем и говорим. Его зовут Арефа. Арефа? В Крещении. Арефа. Красиво. Красиво и по-старинному, да. Я хотел бы спросить, а почему он самоисполняемый? Вот. Почему он самоисполняемый композитор в мире? Вот почему? И, значит, ну, не знаю, сам спросил, сам... Самое предположение. Самое предположение такое, что мы говорили про человеческий опыт, про духовный опыт. Ну, как бы, человеческий опыт мы с собой не возьмем. Ну, как бы, он здесь начался и там и закончился. Ну, как бы, все. До свидания. Тут я не могу сказать. Ну, мы сейчас... Мы сейчас... Да, мы вступаем с вами, отец Алексей, в диспут. Ну, не в диспут, а так просто... Ну, да, просто. Разному мыслям сказать. В дискуссию. Ну, другое дело, это опыт духовный, который, естественно, его приращение и составляет суть нашей жизни, и задачу, и цель нашей жизни. И как раз пиарт, я его не могу, ну, как бы, у меня язык не поворачивается, его называть не духовным, а светским композитором. Для меня это стопроцентный композитор, который пишет исключительно духовную музыку, как бы она ни называлась. Ну, я думаю, что помимо человеческой воли, есть же воля человеческой души, которая выражается странным образом, внутренним голосом, или как вот он сидел и переписывал. Ну, это путь, у каждого из нас это путь. И почему миллионы людей слушают это? Ну, как бы, вот, не то что в отчаянных попытках, а в интуитивных поисках. И, ну, чтобы приблизиться, чтобы через него, ну, как бы, он нашел дорогу, ну, как бы, и он теперь этому служит. И обращает в это других. Я думаю, что у него нет никакой цели, никого обращать. Да нет, конечно, никакой цели. Никуда обращать, никого, ни в какую. Я думаю, что... Я отвечаю на вопрос, почему его так много слушают. Потому что это, это великая музыка, ее невозможно не слушать. Вот и все. Коллеги, ладно, давайте... Получился диспут. Диспут, руки. Получился диспут. Как говорила Мардашвили, у добра нет никакой цели. И у музыки, у музыки тоже нет никакой цели абсолютно. Никакой цели. У музыки нет никакой цели. Да, давайте. О, ребят, так. Ну, еще есть несколько имен. Так. Господи. Владимир Иванович Мартынов. А я могу сказать, это один из моих вообще самых любимых композиторов всех времен. Я в какой-то момент помню, много лет назад, мне показалось, что люди вообще перестали писать красивую музыку. Он пишет очень красивую музыку. Мне казалось, что все так увлечены деструктивностью, деструкцией, додекафонией и так далее, и так далее. И когда мне в руки попал диск, то ли танцы на берегу, то ли переписка с Белитсом, то ли камин, я ошалел просто от той красоты, с которой я столкнулся. Он очень чувствует красоту. Он потрясающе чувствует красоту. При том, что он одержим идеями, конечно, всякого сомнения. И мне книги его очень нравятся. Вот, и идея очень странная. А это плохо, извините? Нет. Почему? Почему плохо? Это, как это может быть плохо? Человек одержимый идеями, это неплохо. Просто мы говорим... Про скотеями идеями? Не вопрос. Не в этом дело. Какими мы, никакими. Человек, который постоянно думает, который постоянно... Он человек, который выходит из строя все время, понимаете? В арте. Да, это потрясающе. Все время выходит из строя. В том смысле, что человек, который идет в духовную семинарию преподавать там что-то такое, и абсолютно скандальным образом оттуда вырывается, потому что он не может выходить с строем, потому что семинарии все должны ходить с строем. А там был скандальный образом? Да ну как, ну просто его собственный внутренний мир не может терпеть хождение в рядах. При этом он верующий, совершенно христианин, православный, воцерковленный, там клиросные пения. Потом это человек, который говорит, что ужаснее отношения. Хуже хоровиков, только церковный клир. Вот, например. Кстати, я совершенно не знаю, какая у него репутация внутри церкви? Она есть? Нет, такой репутации как таковой нет, слава тебе, Господи. А церковь не увлечена музыкой? Церковь такой музыкой в принципе не увлечена. А его опыты с желанием эту церковную музыку сделать иной, никакого ответа его это совершенно кончилось провалом. В том смысле, что он искренне желал сделать эту музыку музыкой современной, музыкой живой, музыкой молитвенной, музыкой обращенной к Богу. А оказалось, что это, в общем, собственного рядника, вот здесь, Бортнянский, Костальский, Турченинов, вот то, что нам надо, больше нам. Ну, в крайнем случае, Матфей Мармель, который, так сказать, немножечко гармонизирует. Это такой был Регин знаменитый в Троицке. Лаври действительно очень талантливый, необыкновенно пассионарный человек, который очень здорово гармонизировал все старинные церковные песнопения под современный лад. А этот человек хотел сделать что-то другое, он хотел просто сделать новую церковную музыку. Юль, Мартынов, для тебя. Один из самых радикальных, мне кажется, героев. Он радикальный человек, конечно. Вот из всех, о ком мы сегодня говорим. Из того же поколения, которое в середине 70-х по разным причинам и разным образом перешагнуло куда-то в то, что условно называется новая простота. Да, но все по-разному, но это происходило в одно и то же время. Там, 74-й год. Сильвестров, кич-музыка. 76-й год. Мартынов, листок из альбома. Я не слышал эту вещь, кстати. 70-й год. Я не помню год. Пярт. Тихие песни там уже где-то рядом. Тогда, конечно, конечно, и Сильвестр. Это все происходит абсолютно таким, как будто они сговорились все. При этом каждый один сидит в Эстонии и смотрит на облака птиц, второй сидит в Киеве и находится внутри абсолютно в какой-то степени, в том числе и замкнутого, как будто киевского сообщества. Это, между прочим, была группа, да, там был не только один Сильвестров, да, там была группа и композиторов, и художников. Третий сидит, значит, импровизирует с рок-группой бумеранг, тоже уже понаписав там некоторое количество додекафонных или там каких-нибудь авангардных сложных произведений. Да, и как-то параллельно они все делают как бы в одну сторону, хотя, конечно, она совершенно разная, как потом выясняется. Да, это очень было бы, ну, как-то грустно называть бы это общим словом, там, вот новая простота, да, потому что у каждого этого человека это абсолютно свое какое-то, ну, просто пробивание какого-то туннеля в неизвестно куда. Да, и хорошо, что неизвестно куда. Я бы поспорила, да, про то, что каждый большой мастер заканчивает большим духовным произведением. Мне ужасно нравится, что мы можем разговаривать про людей, которые совершенно не заканчивают, во-первых, а во-вторых, совершенно мы не знаем, чем они будут заканчивать. Большим духовным или маленьким бездуховным, да, ну, вот вообще неизвестно. Или большим бездуховным. Или большим бездуховным, или очень маленьким духовным, да, тут может быть как угодно. И вообще это все абсолютно непредсказуемо. Мартынов абсолютно, ну, просто, по-моему, ну, как какой-то манифест непредсказуемости. Просто сильно уделил. А он вообще манифест. Он вообще делает манифест? Внутренне очень радикален в своих, даже самых, как бы, вот таких простых и красивых вещах, или в простых и красивых формулировках. Там внутренне это все какой-то такой ужасный ригоризм и радикализм, что это просто, от этого абсолютно невозможно оторваться. Я в этом радикализме, знаешь, который для меня заключается вот в этой истории, как они, как Гринденко говорит, когда они прочитали в газетах, что летит комета, которая уничтожит Землю. И Володя сел написать музыку, которая спасет эту планету. И я во всей его музыке слышу спасение Земли. И мне так это нравится. Не в широком смысле, а в конкретном. Дело в том, что это вот потрясающая метафетическая идея о том, что красота спасет мир, она должна выражаться именно так. И Владимир Иванович комету отвел от Земли. Она выражается именно так. Тут не поспоришь, кстати. Абсолютно. Красота спасает мир. Не поспоришь, просто физически. Мне хочется сразу... Спасибо, что... Да, конечно. Вот все. Человек поверил в эту идею, все, он сделал так, как надо. Леш, давай. Мне хочется встречно спросить, потому что я зачарован над фигурой Владимира Ивановича. Очень люблю читать его тексты, и разговаривать с ним, и слушать его музыку, и вообще. Но я бы не сказал, что так уж много людей разделяет идею про то, что его музыка красивая. Его музыка... Не, не много людей разделяет эту идею, сто процентов. Это совершенно не так. Мне больше никто не нужен. Среднестатистическое сочинение Владимира Ивановича – это часовое, фортепианное, изматывающее сочинение с повторяющимся арпеджи, на котором люди вот так вот начинают мысленно биться головой об воображаемую стену. Во-первых, ты, мне кажется, берешь немножко не классический звездный период, а чуть более поздний. Более поздний, я берусь тому, что сейчас, стена сообщения, сырое и вареное. Это фантастическая, совершенно любимая вообще вещь. В общем, короче говоря, у Мартынова есть целый набор в том числе и красивой музыки. Ну ты что называешь, короче, у нас? Понятно, что есть бьюти-тью? Да, пожалуйста, дана, дана, ну что есть? Ну вот, всякая, тишина, пожалуйста. Ну что именно? Есть целый набор, да? Пожалуйста. Не часовых фортепианных вещей. Это же другое. Ну, поехали. Вот если не вот это, вот если не бьюти-тьюс. Поехали, давай, давай, смотри. С этим все? Нет, я говорю, если не она, а что? Ну, как бы, Ночь в Галиции, она очень крутая вещь, но... Леш, ну... Я говорю, это да, но это, слушайте, у нее такая она, их две таких. Ночь в Галиции, плач пророка Иеремии, в смысле, стёк из-за лимона. Она такая на берегу, переписка. Нет, она очень сложная, что не мешает ей быть красивой. Переписка вообще, это же переписка. Нет, это Биатитудес. Она очень сложная. Переписка наша фортепианная, конечно. Она классная, но красивость не главное ее качество. Не главное, но она может восприниматься как красивость. Здесь тоже это не главное качество. Это, ну, как... А то, чем это заканчивается? Короче, ну, красивый, некрасивый, красивый, некрасивый, это как суровый вареный. А вот это, пожалуйста. Цыганщина? Абсолютно. Это же хорошо, в смысле, это же будет повторяться. Перебор тот же самый шнитовский перебор. Так это в том шнитке, которого мы слушали, повторяется бесконечно одно и то же. Там там, серьезно? Я когда это услышал, в окружении этих Штекхраузенов... В отличие от Владимира Ивановича... Берго! Все... Я вдруг включаю... Лонг Кармс эти диски. Я думаю, что, господи, спасибо тебе, что ты... Подарил нам Владимира Ивановича. Но он же это не всерьез. Это же не... Для него не важно в чем. Это вот как бы... Как не всерьез он комету отводит, блин, на нас летящую. Ты чего? Ну, это просто материал, для него это просто материал. Вот он берет клетку и размножает ее. И там, может быть, внутри... Ты пойди сначала найди такой материал, а потом размножай его. Не, ну с этой точки зрения, самая великая такого рода вещь, это... Майны либе... Джейзус Крайст из Майны либе, Майны либе из Йезус Крист. Вот это его вещь... Семьдесят какого-то шестого, или седьмого, или восьмого. Ну, и для него... Не знаю, я даже вот на этих хумках... Ну, для него действительно, Христос, это его любовь, это его жизнь. Нет, ну это как раз очень, очень сложно устроенная штука. А Сингапур? Нет, ну Сингапур это странно. Это ж снос башки. Сингапур дайте не будем. Сингапур? Я прилетел в Сингапур, захожу, а они говорят, а вы знаете, какая она самая главная гордость в нашем музее? Истории Сингапура, для нас великий композитор, они говорят, для нас великий композитор Мартынов написал специальное произведение, и оно целый день звучит в музее Истории Сингапура. Я однажды прочитал воспоминания Владимира Ивановича про своего учителя Сидельникова. У него был учитель, композитор Сидельников, который в какой-то момент Мартынов вспоминает, чему он меня научил. Он меня научил очень важную вещь, он мне сказал, Володя, сейчас время второго сорта, поэтому музыку тоже надо писать второго сорта, высшего сорта никому не нужно. Сказал он мне. И говорит он, и это он рассказывал вслед за тем, что Сидельников, чтобы его как бы прикрыть, но отчасти выкрутил ему руки, и уговорил его писать дипломную работу, которая называется «Ода к Ленину». У него дипломная работа «Ода Ленина» на стихи Есенина. Я никогда ее не слышал, не знаю, исполнял. Очень хочется услышать, что это такое. Ее нет, в смысле, ее нет в списке его сочинений. Он говорит, ну после этого, у меня открыл, у него, он тоже принял своего рода в этом смысле слабительное, потому что, ну как бы, после этого, любая прикладная музыка, музыка к фильмам, мне вообще никогда никакой сложности не составляет там. Да фантастическая музыка, как Михаила Ломоносова он написал музыку. Ну, это был первый сериал «Холодное лето 53-го». Да, есть немножко какие-то ощущения, может быть, Ким Кринсом чуть-чуть. Короче, вот часто бывает, что неинтересно знать про композитора, а только его музыка важна. А вот про Владимира Ивановича ужасно интересно. Ужасно интересно его слушать, смотреть за его хитростями разнообразными. Он идиоток, вы понимаете, это человек, который все время комментирует себя, который выражает свою музыку словесно. Вот и Пярта вообще о себе ничего не пишет. Губай Дульана никак своих идей, своего кредо не выражает. А Мартонов, кстати, очень скромно сам себя оценивает. Он говорит постоянно про то, что мы все карлики по сравнению с Пяртом. Типа, Пярт это последний гениальный композитор. У него есть кредо, который он выражает как некую идеологию своей жизни, своего видения мира. И в том числе своей музыки, которая к его идеологии, в общем, отношения... Давайте за Владимир Ивановича. А отношения не... Всем сердцем он смотрит периодически... Желаем всем им большого здоровья. Потому что эта музыка, она гораздо светлее, выше, шире и прозрачнее, чем любая идеология. Давайте коротко про еще одного человека из их компании. У нас с ним целый выпуск записан, но все-таки скажем ему приятные слова, если есть что сказать. Георгий Ильич Пелецис. Ой, какая программа. Коля. Спелец. Прекраснейшая. Он ангел вообще. Ангел, абсолютно небесный человек. Да. Вот какой он чистый, какой замечательный. Еще один человек из этой же истории, люди, которые вообще забыли про авангард. И в каком-то смысле забыли даже про какие-то свои обязательства перед историей музыки, истории культуры. Обязательства перед историей музыки. Я прям вижу. Знаешь, эту историю музыки? А еще, нет. В домах? Про шнитки Дениса Губайдульна, ты думаешь, они об этом не думали, молодые? Губайдульна, думаю, нет. Губайдульна, может быть, в меньшей степени. Денисов, я думаю, думал очень. Конечно. И это слышно. Ну, это как бы, как сказать, это твое существование. Это очень важно, у всех пара, разные темпераменты. Безусловно. Музыка – это отдельный вид жизни, способы мыслить, способы профессионально как-то самовыражаться. Для этих людей музыка – это просто часть мира. Это бытийность, это бытийность, просто бытийность. Мы живем как-то глазами, руками, ушами, звуками. Да, вот письмо Мартынов, например, пишет от руки все время, да, вот ни на каких компьютерах. Как Пельцис пишет, я, кстати, не знаю. Я тоже почему-то не знаю, Пельцис до сих пор остался. Мне кажется, может, может, очень по-разному. Не знаю, я не могу. Меня просто мир изменила когда-то, новогодняя музыка. Его. Да? Просто изменила мир вообще. При том, что я вдох довольно к тому моменту слышала, в том числе музыки там, в условно каких-то близких стилях. Ну, новогодний музык у меня просто вообще. С ножмышки. Все, я решила, что, нет, все, я, это, как там говорилось, беру, как король говорил в Золушке. Ухожу к черту дьяволу в монастырь, клеить обои. Вот, как-то вот такая у меня была идея. Ну, это, ну, это волшебно просто. Это волшебно, потому что это, в том числе, так же, как во многом и у Мартынова, и у Сильвестрова. Вот ты говоришь, ну, она-то не всерьез. Ты никогда не знаешь у них, где всерьез, а где не всерьез. Ну, как бы одновременно и очень всерьез, но просто это совсем другой тип серьезности. Это одновременность, она всегда очень разным боком поворачивается. Ты только успел, там, на секундочку отвернуться, отвлечься, а тебя уже, тебе уже перевернули все твои представления. Ты только что думал, что всерьез, а оказался не всерьез. Или, там, ты только что вдумал, что это шуточки, все ирония, там, какая-то, да, там, красивости какие-то или посмеюшки. А вдруг оказывается, что это настолько вообще совсем про что-то очень важное и не обязательно музыкальное, да. А вот как-то про что, неизвестно. Вот Пелецис, он там же, его музыка и он в музыке, и для него музыка, да. Это какая-то часть, часть искусства, вот, искусства жизни, не знаю, споров, разговоров, там, судеб. Поэтому неудивительно, что когда Пярт пишет симфонию про узников, да, это поэтому неудивительно. Потому что с самого начала музыка не была только музыкой, да, такой коробочкой, ящичком, в котором, там, все фигурки, там, только надо подкрузить, и они там сами двигаются. А оказывается, нету никакого ящичка. Ну, я бы не столько поспорил, сколько продолжил. Вот, я когда вспоминал про наш прошлый выпуск, да, я думал про людей, которых мы не упомянули. Да, ты называл Гаврилин. Гаврилин, там, Свиридов, и как раз любопытно, что там была некая такая новая фольклорная волна, когда люди стали заново открывать фольклорную музыку, и вот можно послушать, там, курские песни, русские тетради. А еще, или, например, был такой Гавриил Попов, который забыт, но фантастический композитор. А еще был такой композитор Николай Метнер, вот мы упоминаем про Рахманинова, а это его близкий друг. А мы разве Метнера не упомянули? Мы не упоминаем Метнера, ну, и как бы... Ну, упоминаем, вот, выдающийся. Метнер потрясающий. Вот, Рахманинова все знают, а Метнера знают гораздо меньшее количество людей, и, хотя его музыка, на самом деле, там есть очень, очень любопытная. Короче, стоит послушать Метнера уж точно, особенно, если вы любите Рахманинова, но и не обязательно, хотя вообще-то они музыкально не всегда... Мне кажется, зря ты их совсем уравниваешь. Я их не уравниваю, они просто очень близко шли идеологически, но не музыкально, да? Но почему я вспомнил про Метнера, говоря про Беллицса, Метнер был редким типом композитора-антимодерниста. Его раздражала современность, и современная музыка, и современная ему музыка. Ну, то есть, Стравинский для него был главным жупелом, он ненавидел все это. Он прямо исходил по их поводу, он не верил, что это все происходит на его глазах, что традиции, которых он считал себя продолжателем этой части традиции, ремесло, старые мастера, что все это забыто, втоптано в грязь, и вот какие-то жалкие карлики типа Стравинского на этом всем скачут и глумятся. Писал про это, он очень активно про это говорил, не только в письмах, написал книжку, и еще книжку, манифесты. То есть, он прямо был таким борцом. Конечно, эта борьба ничему, ну, как бы невозможно остановить паровоз современности, держа его вот так вот сзади за колесо, да? В этом была такая отчаянность, и вот Пелецес в нем нет отчаянности совершенно, он мягкий, тихий человек, но вот я когда с ним тоже разговаривал, это вот тот тип человека, очень редкий тип для композитора, потому что композиторы обычно хотят быть на острие, хотят быть в авангарде, хотят быть где-то впереди. Гораздо меньше композиторов, которые хотят быть где-то сбоку, типа Губайдулиной, да, которая не хочет бежать впереди паровоза. Пярд все-таки... Да, я что-то не припоминаю в нашем сегодняшнем списке вот этих вот тех, которые хотят быть обязательными впереди на лихом коне. Денисов, Денисов. Ну, ему было очень важно, что вот как бы как у них, чтобы у нас тоже такое появилось. У Денисова была миссия, у Мартынова тоже. Не то, что он хочет быть где-то впереди в авангарде. Даже когда мы говорим про Пярта, и когда мы говорим про Мартынова, и когда мы говорим про Шнитке, для них, для всех было важно быть созвучным временем. Они просто считали, что теперь... Это очень сложно. Время обиделись бы некоторые из них. Ну, в смысле, конечно. Я бы сказал, что это подтверждение довольно сомнительное, потому что я не думаю, что кому-то это было важно в принципе, потому что... А мне кажется, да. Они же вообще пошли против времени, например, совершенно по-разному. Так это и для них и было как бы... Это и значило, что весь вот время сейчас вот так, а я вот это и есть. Наверное, это вопрос интерпретации, но интересно было бы, что они сами об этом думают. Но у Шнитке есть абсолютно четкая вот лес времени. Ты помнишь, как он ощущает время? Ну, ты просто... Каждый пишет, как он дышит. И, возвращаясь к тому же Мартынову, это либо ты часть традиции, либо ты часть, так сказать, временного процесса. Либо ты в эволюции, либо ты в традиции. Вот мы здесь сыр, вот здесь вот... Оливки. Оливки, вино. Где здесь традиция, а где, так сказать, части... Да, где эволюция? Это все традиция. Почему музык... Ну, да. Ну, как, в смысле, это одно и то же. Конечно, одно и то же. На самом деле, ты говоришь о том, что он, как бы, никуда не пытается, там, выйти на большую трибуну, и с трибуны что-то нам такое рассказать. Нет, нет, дело даже не в этом. Мэттнер, как раз, очень хотел встать на эту трибуну, просто эту трибуну никто не замечал, но он стоял на этой трибуне, у Пелица никакой трибуны нет. В предыдущей, вообще, эстетической эпохи, ты, как бы, это же тоже надо учитывать. Ну, как бы, они были современниками, рядом с ним были современники, совсем другие люди. Короче, возвращаясь к Пелицу, он формулирует свою задачу, он говорит, вот все бегут вперед, для всех важны новые поиски, новые техники. А мне важно, что забыто из старого. Очень много всего оставлено в спешке там, причем давно там. Я хотел бы то, что там забыто, подобрать и использовать, потому что там, на самом деле, фантастические есть вещи. И Сильвестров, и Мартынов, и Пиарт отказались от поиска новых техник. Это общее такое их объединение. По крайней мере, Сильвестров говорит, что его техника, это как раз и есть самое современное, что только может быть, просто она выглядит как будто... Это, кстати говоря, возвращаясь к Шлемману, вот к той цитате Шлеммана, которая сказала, что суть христианства не в том, чтобы быть современным и реагировать на современность и так далее. Это всегда вопрос вечности исключительно того, что... А Мордашвиль сказал, это когда время и место соединяются в одной точке. Давайте... А мы выпили за Георгия Ильича? Да, за Георгия Ильича. Замечательный человек, прекрасный. Очень тонкий, глубокий, прекрасный человек. Вы же там тоже неподалеку где-то. Да, мы буквально через улицу. Чуть-чуть послушаем его. Угу. Любимую нашу семью. Угу. 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 Вау. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это опера, которая, с одной стороны, может быть гомерически смешной, с его перепевами композиторов, а с другой стороны, это невероятно трагическая и невероятно тяжелая музыка, которая заряжена какими-то очень темными энергиями, вот этими всеми советской, по-многому. Нельзя назвать. Я когда это слушал, я понимал, что на сцене Большого театра вся эта махина на тебя движется, Сорокин, Сорокин придуманная вместе с Десятниковым, и это такое странное чувство немножко, как вызывание духов всех, вот все, что там напластовалось на этой сцене за десятилетия. Вот то, о чем мы говорим, метафизика, когда есть вот это соединение с миром непознаваемым, абсолютно тебе неизвестным, который тебя вдруг начинает охватывать и увлекать за собой, и ты не способен там сопротивляться совершенно. Там есть вот эта сила, при этом она вполне... Из Детей Розонталья можно выдернуть отдельную арию и насладиться ею для невероятного. И отдельную сцену какую-нибудь, там есть прямо невероятно скроенные сцены, которые просто отдельно сами по себе, как произведение искусства. И я бы сказал, что, ну, во-первых, большое счастье, что он продолжает писать, и ужасно интересно, что будет дальше. И, собственно, для меня я очень люблю последнее его сочинение, предпоследнее по времени такое известное, буковинские песни, цикл фортепьянных прелюдий, написанных на мелодии западной буковины. Ну, то есть это молдавско-украинско-румынский такой немножко замес, да. И это сделано как в 24 прелюдии в фуге. Чуть-чуть там есть и Кустурица, чуть-чуть там есть и Клезмер, но при этом это авторское, очень строгое, где-то там джаз можно услышать, такой выделки, опять же, смотря кто играет там, да. И этот цикл, он, в принципе, как бы так написан, как будто он мог бы быть написан сто лет назад, ну, во времена Бартака, скажем, да, который тоже чем-то похожим занимался. Но слышно, конечно, что при этом это очень современная вещь. Хотя сам тип этого сочинения, фольклорные мелодии, взял современный композитор, никто так не делает, написал 24 прелюдии в фуге, как когда-то давно делали там, да. Тоже сейчас, в общем, так не пишут. И это задачи перед собой мало кто ставит. Я не помню, последний такой делал. И ужасно интересно в это вслушиваться, да. И это такой instant classic, что называется. Вот у тебя на глазах родилось сочинение, я уверен, что оно войдет в канон, что оно пианистам будут... Как говорит Олег, попадет ли оно в трубу времени. В трубу времени, да. При этом есть очень много вещей там самых разных. Свинцовое эхо, любовь и жизнь поэта, или сочинения, которые написаны вот вокруг «Любовь и жизнь поэта». Короче, есть правда, вот если, опять же, кто-то не слышал вдруг этой музыки, послушайте «Свинцовое эхо», послушайте цикл «Любовь и жизнь поэта». А когда вы полюбите цикл «Любовь и жизнь поэта», найдите сочинения, которые написаны в то же время вокруг, которые тоже доступны, только не так легко доступны, но их можно найти. И там есть прямо невероятные совершенно вещи. Красивые? Ужасно. Красивые, Коль. Как шнепки? Гораздо лучше. Гораздо лучше. Так, Олег, пожалуйста, вам слово. Слушайте, для меня десятников – это такое недостающее звено, которое я даже не знал, что я его никак не могу получить. То есть, в общем, все же мы муравьи, которые ползают по страницам романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». И для муравья же непонятно, что это Толстой, что это «Война и мир», что это третья глава. Собственно, какая-то недостроенная, недостающая часть, которую я не искал, которую я не предполагал, что она мне нужна. Ну вот не было же «Битлз». Не ходили же демонстрации к британскому посольству. «Даёшь «Битлз»?» Никто не знал, что такое «Битлз». Они часть времени, они часть эпохи. И когда я вдруг очутился случайно в заряде на исполнении «Зимы священной» 49-го года, я вышел после этого с ощущением, что ну вот оно, я вдруг внезапно, на меня свалилась такая часть, которую я с одним числом встроил, ну в общем, встроил вот в свой пазл понимания настоящего времени. Ну, не очень много произведений современных художников, которые мы о них узнаем чуть-чуть позже. Понимаете? То есть они нас догоняют. И позже уже муравей понимает, что это всё-таки Лев Николаевич, что это «Война и мир» и так далее. Это такой выстрел из прошлого, который я достаточно своевременно, мне кажется, получил. И мне его очень не хватало. И то не хватало, и то, о чём вы говорите, это ирония, это красота, эти какие-то сочетания, не пойми чего, но они просто так вошли, и просто я ждал этого. И вот, Леонид Арканчич, большое спасибо. Можно привет через тебя передать? Пожалуйста, я через экран. Юль, десятников у тебя. Я думаю, что вот предложи Леонид Арканчичу поползать по страницам где-нибудь, да? Ну, я вообще не исключаю, что он, например, может и согласиться. Побыть муравьём? Если ему бы это будет интересно, ну, конечно, конечно. Это очень интересно быть муравьём. Я не знаю, я не знаю. Я понятия не имею. Это следующая программа, наверное, будет. Да, я думаю, что Десятник в один из самых смелых вообще и самых важных композиторов современности, на мой взгляд. В каком-то смысле, это, наверное, дурацкое сравнение, но вот в каком-то смысле мы про Мартынова говорили, что он такой человек-манифест, он не ограничивается музыкой, а мы его как бы понимаем ещё через его слова. Вот это очень неправильное сравнение, потому что Десятник, конечно, антипод Мартыноваса. Ну, во всём, вообще во всём. Но, тем не менее, Десятников тоже не только музыка. И его слова, его вообще способ существования, его какое-то влияние на нас. Я даже думаю не только на тех, кто с ним знаком. Я даже думаю, что вот просто как-то влияние на время, на язык этого времени, на слух, как бы. Мне кажется, что его влияние огромно, при том, что он человек как бы анти-манифест. Да, вот скажи ему там, Лёнь, мы там что-то такое большое важное произнесли. Да, это будет, наверное, очень, как бы с большим скепсисом и враждебностью воспринято. И, тем не менее, он, мне кажется, составляет просто какую-то огромную, очень принципиально важную часть того, как наше время вообще звучит, и каким способом мы вообще о нём думаем. Благодаря Десятникову мы можем думать ещё и так. Я не знаю, есть ли ирония в зиме священной, ирония в том смысле, в которой мы вообще в обычной жизни употребляем это слово, потому что это не она. Не она. Это вообще не она. Но, тем не менее, способ думать как-то очень тонко, парадоксально, и всё время меняя регистры какого-то, настраивая очень, постоянно осуществляя какую-то подстройку такую. Вот здесь чуть-чуть перья, здесь чуть-чуть нет, чтобы мы вместе как-то находили. Ну или не вместе, а каждый, на самом деле, абсолютно. Абсолютно по отдельности, в абсолютно индивидуальном режиме. Вот, по-моему, это потрясающе красивая музыка. И то, что красивая, и красивая, и сложная, и удивительная. Я, как всегда, для того, чтобы поставить точку, послушаем Десятникова, выбрал то, что нравится мне. Мне нравится музыка красивая. Лёш! Я не против красивой музыки. Лёш, я тебя умолю... Найдём у каждого композитора красивую музыку. Я нашёл её у Десятникова. Это несложно найти, Оля Натаркевич. Пожалуйста. Есть там звук в нашем аппарате? Кстати, мы из него-то не выпили ещё. Сейчас выпьем. Сейчас как выпьем. Делайте нам погромче, пожалуйста. Полина Осетинская замечательно играет. Вот, кстати, кто абсолютно гениальный кинокомпозитор. Да, не только еще. Просто великий кинокомпозитор. Да, точно. Причём даже не ставя себе такой задачи, а просто это как бы некоторый побочный эффект. Побочный, не побочный, но она же не зря существует и помимо кино. Ну, конечно. И вместе с кино. Всё, в общем. Мы все побочный эффект. Кино, кстати, классное. Правда ведь? Кино классное. Я недавно пересматривал. Какая там Галина Тюнина. Невероятная. Вообще сам факт, что так можно писать. Ты пойди так напиши, даже, если тебе разрешили. В этом пьём. Давайте займем. Блин, а что ж мне выпить-то? Что ж мне выпить-то? А как же, не гроне. Я уже два выпил. Третий. С третьего вы меня повезёте к себе в эту самую. Пожалуйста, с удовольствием. Мы ещё проведём прекрасную ночь. Полную фиарта и фейерверков, да и всего такого прочего. Давайте залить Аркадьевича. Спасибо здоровья. Конечно. В Петербурге. Будь здоровья. Мы сойдёмся снова. Господи, как же много красоты в твоём мире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»